Паровая палуба. Это было так долго, но наконец-то это здесь, и это совершенно замечательно. Я имею в виду, посмотри на это, портативная игровая машина, способная не просто запускать новейшие игры, но и действительно запускать их очень хорошо. Подавляющее большинство игр воспроизводилось здесь, работало с настройками, эквивалентными консорту, иногда даже с лучшим разрешением. Я видел много репортажей о паровой палубе в преддверии запуска. Много отличных тестов, но я собираюсь на самом деле поиграть в некоторые игры, посмотреть, на что способна эта штука. В лучшем случае это захватывающая часть технологии с поразительной производительностью, если и не совсем та колода мечтаний, на которую многие надеются. Все еще есть много острых углов, которые нужно сгладить, но суть в том, что производительность Steam Deck превосходит мои ожидания, и буквально все, что вы видели в этом игровом монтаже, это захват войны с колоды. Я вставил это в рамку в рендере Steam Deck здесь, так что отснятый материал не масштабируется. Независимо от того, работает ли игра с разрешением 720p или с четырьмя собственными разрешениями 800p, это карта один к одному, в этом видео с разрешением 1080p. Позже мы подробнее поговорим о производительности, но сначала о впечатлениях от машины. Ну что же, мне прислали версию SSD на 512 гигабайт. Теперь мы уже знаем все о форм-факторе, и справедливо будет сказать, что он больше, чем устоявшиеся карманы и компьютеры, такие как Switch, например. Тебе нужно место для приличной системы охлаждения и большой летучей мыши, чтобы обеспечить такую производительность. Но знаешь, что я нахожу, что колодой пользоваться проще, чем переключателем, когда она прикреплена к консоли. Моя радость. Минусы на самом деле не обеспечивают хорошей поддержки всей вашей руке, что приводит к появлению уколов и иголок и онемению во время длительных игровых сессий. Паровая палуба может быть больше, намного больше, но это действительно может иметь значение с точки зрения комфорта, а также позволяет вам легко справляться с ее весом. Аналоговые джойстики, лицевые кнопки D-Pad, интересное слияние Xbox и Switch, которое довольно хорошо работает с двумя пэдами с обеих сторон, позволяя деке получать доступ к играм, управляемым мышью. Пуговицы на плечах и фигурки выглядят великолепно. И хотя приятно видеть кнопки на задней панели машины, я часто ловил себя на том, что случайно активирую их во время игры. Я не собираюсь слишком подробно останавливаться на форм-факторе. В целом, качество сборки отличное. Пластик — это разумно. Система потребляет намного больше энергии по сравнению с переключателем, но охлаждение в порядке. Система на ощупь теплая сзади, но никогда не горячая. В любом случае, это не имеет большого значения для пользователя, так как рукоятки находятся вдали от тепла. Паровую палубу никогда не бывает неудобно держать в руках, и это здорово. Мне также понравилось качество динамиков. На самом деле, в кои-то веки немного басов. Единственная проблема здесь заключается в том, что часто качество звука ухудшается из-за шума вентилятора. Теперь шум вентилятора не такой громкий, как таковой, но у него навязчиво высокий тон, и я думаю, будет справедливо сказать, что экран немного разочаровывает. Это прекрасно, это адекватно, но цветопередача не выдающаяся. Нет поддержки переменной частоты обновления, которая была бы действительно полезна для этого комплекта и самого экрана. Это не особенно ярко, а значит, лучше всего подходит для игр в помещении. Он совсем не супер яркий, даже при максимальных настройках. С точки зрения портов, внизу ничего нет, кроме доступа к карте MicroSD. В то время как наверху у нас есть регуляторы громкости, три 5-мм стереоразъема для гарнитур, а также ASPG для видеовыхода питания, расширения USB и тому подобного, у Valve есть док-станция на заказ. Но любой приличный концентратор ASPG должен выполнить эту работу. Просто убедись, что у тебя есть один с пропуском питания ASPG, потому что он тебе понадобится. Так вот в чем физический форм-фактор. И да, я также собираюсь потратить совсем немного времени на разговор о пользовательском интерфейсе, потому что в принципе он именно такой, каким вы его себе представляете, это Steam или карманный компьютер. Под панелью фактов слева находится кнопка Steam, которая дает вам легкий доступ к основам Steam, главному экрану, вашей библиотеке, магазину, обычным материалам Steam. Справа кнопка зеркального отображения меню дает довольно быстрый доступ к уведомлениям, списку ваших друзей, экрану настроек в паре и, что самое интригующее, меню производительности. Здесь вы можете указать различные уровни внутренних показателей производительности, возможность переключения между предельными значениями частоты кадров от 30 до 60 кадров в секунду и даже возможность изменять ограничение тепловой мощности APAS OneGo и даже тактовую частоту его графического процессора. Переключи 30 кадров в секунду. Это чрезвычайно полезно, как мы увидим, но я бы рекомендовал оставить другие варианты такими, какие они есть сейчас. Масштабирующий полевой модуль здесь, возможно, более полезен, когда он закреплен, но по сути, он сообщает колоде, что вы хотите, чтобы произошло. Когда игра работает с разрешением ниже 800p или 720p, вы можете увеличить масштаб с помощью стандартной линейной техники, алгоритма ближайшего соседа, который потенциально отлично подходит для ретро-эмуляторов и опции Integer, которая в основном оставляет ее в исходном разрешении с черными рамками вокруг нее. Точность FR влияет на суперразрешение. Ну, по сути, вы можете выбрать разрешение дисплея в игре и FR, затем масштабировать его до собственного количества пикселей экрана, и вы можете настроить эффект улучшения края. Это все еще FR, но несколько отличается от обычного в игре FR, который, на мой взгляд, всегда следует выбирать предпочтительнее этого. В игре FR обычно работает только с трехмерным контентом, оставляя элементы HUD в родном разрешении. Однако FR системного уровня увеличивает масштаб всего, что не идеально. Интерфейс прекрасен, но, конечно, не сопряжен обратно и прост, как была бы консоль. По правде говоря, этого не могло быть. Это ПК, там просто слишком много всего происходит, но я думаю, что пользователи Steam по достоинству оценят предлагаемые здесь уровни функциональности. Единственная реальная критика пользовательского интерфейса, помимо его плотности, заключается в том, что он может быть довольно медленным и определенно немного громоздким в использовании. Но Valve действительно заслуживает некоторой похвалы за функцию приостановки, которая, по сути, позволяет вам приостанавливать игровой процесс, когда вы захотите, и переводить систему в состояние глубокого сна, что необходимо для игр на ходу. Но эту систему действительно нужно расширить, чтобы включить возможность загружать игры во время приостановки работы системы, что было в первый день на Nintendo Switch. Как бы то ни было, если вы загружаете игры на палубу, она должна быть полностью активной в течение всего времени загрузки. Я говорил об этом с Valve, и они действительно говорят, что это функция, над которой они активно работают. Так что скрестив пальцы, это скоро будет добавлено. Так давай поговорим о производительности. Ну, я думаю, можно с достаточной уверенностью сказать, что Steam Deck превосходит мои ожидания, особенно учитывая действующие здесь обременительные ограничения. Давай рассмотрим каждого из них по очереди. Во-первых, это WSU AMD. У нас есть четырехъедерный восьмипоточный кластер с двумя процессорами Dzen, а два графических процессора Rdna занимают одну и ту же область, по сути конкурируя за ресурсы между ними, что-то немногое. Если бы какие-либо разработчики учитывали в своем квартале разработки игр. Эти ограниченные ресурсы, это потребляемая мощность, ограниченная относительно ничтожными 15 ваттами. Во-вторых, у нас есть сама колода, основанная на Linux. Подавляющее большинство библиотек, это название, предназначенное для Windows, и для их работы необходимо пройти уровень совместимости с Proton, что, безусловно, в некоторой степени ограничивает производительность. До какой степени это ограничивает производительность? Мы не знаем прямо сейчас, потому что драйверы Windows для DEC недоступны в течение этой части периода проверки, и это немного обидно при анализе производительности на DEC. Для этого сегмента я использую разрешение 720p тремя способами. Во-первых, у нас есть разблокированная производительность самой колоды, работающей через индивидуальный пользовательский интерфейс Steam. Теперь это всегда работает с включенным Wink. Ты ничего не можешь с этим поделать. Даже если вы укажете отключение Wink в меню игры, оно всегда останется включенным. Во-вторых, перезагрузите те же области с активным ограничением колоды в 30 кадров в секунду. То, что мы здесь тестируем, это стабильность, верно. Чтобы режим 30 кадров в секунду работал эффективно, вам нужен новый кадр каждые 33-3 миллисекунды, а не неравномерная передача кадров, которую мы часто видели в других местах и на которую жаловались. Наконец-то нам удается отключить измерение Wink с полностью разблокированной производительностью через рабочий стол Linux здесь, благодаря помощи пользователя Twitter J. A. D. У нас есть настроенная версия того, что по сути является эквивалентом Linux для Ревертана Statistics Server Mango Hard. Яркая граница слева, это разметка границы F-CAP, позволяющая нам легко отслеживать сохранение кадров при выключенной синхронизации V. Теперь предостережение в отношении тестов на рабочем столе. Valve сообщает нам, что доступно только 4 потока процессора, что потенциально влияет на производительность, когда игра ограничена процессором. К счастью, подавляющее большинство тестов здесь ставят ГПА на первое место, а проблемы с процессором оказывают лишь очень незначительное влияние, как мы увидим. Прежде чем мы перейдем к презентации для контрольных тестов, я демонстрирую протестированный здесь контент, показывая то, что вы могли бы назвать фоновым видео героя. Это работает с теми же настройками, что и то, что я использую для тестов колоды, но для создания красивого видео это 1080p и 60 кадров в секунду. Теперь по этому поводу я строю данные о частоте кадров и времени кадров из колоды, поскольку они были проанализированы этими тремя различными способами. Так что давай займемся этим. Начиная с управления, где я остановился на улучшенных настройках консоли, консоли фактически являются ПК с низким уровнем отражения. Я сделал это с высоким уровнем детализации, высокими текстурами и высокой фильтрацией текстур. Ты сразу поймешь, что мы начинаем с разблокированной производительности, которая на самом деле достигает 60 кадров в секунду через рабочий стол Linux или пользовательский интерфейс Steam. Разблокирован у нас в среднем от 48 до 49 кадров в секунду при 720p на протяжении всего пробега, что я думаю абсолютно замечательно. Как новичок, это ни в коем случае не самая сложная сцена в управлении, но главное, что у нас здесь есть накладные расходы, если мы решим запустить игру на четвертом уровне PS 30 кадров в секунду. Помимо провалов, когда мы переходим к игровому процессу и некоторых колебаний во время ролика, ограничение в 30 кадров в секунду по сути идеально подходит для абсолютно точной настройки кадров. Теперь, сравнивая рабочий стол Linux, выключенный Wink с пользовательским интерфейсом Steam, в котором всегда включена Wink, вы можете видеть, что доставка кадров в Linux более плавная, в то время как пользовательский интерфейс сокращается между 16 миллисекундами и 33 миллисекундами. Обновления экрана в основном заикаются, а не разрываются. Но если вы придерживаетесь пользовательского интерфейса Steam, поскольку большинство людей, скорее всего, будут заикаться, то это сейчас. Вот почему я предпочитаю 30 кадров в секунду. Как правило, в этих сценариях вы получаете стабильность и действительно время автономной работы благодаря низкой общей частоте кадров. Тень, рейд на гробницу, X и любопытный, потому что у нас здесь довольно хороший родной порт Linux. Через FELL Interactive. Единственное предостережение заключается в том, что FELL говорит мне, что запуск этой игры в Steam Deck не был подтвержден, здесь все еще высокие настройки. На одну ступеньку ниже от вершины, и мы видим довольно хорошие результаты. Вся последовательность тестов разворачивается к северу от 30 кадров в секунду, а разблокированный пользовательский интерфейс Steam обеспечивает 39 кадров в секунду по сравнению с 38 на рабочем столе Linux. Теперь это, скорее всего, связано с более ограниченными ресурсами процессора. Когда мы переходим к третьему сегменту скамейки, вы можете видеть, что голубая линия заикается там, где пользовательский интерфейс разблокированной колоды, похоже, не теряет производительности. Режим 30 кадров в секунду. Несколько пропущенных кадров в этом заключительном сегменте, но, черт возьми, в целом все очень, очень последовательно. Чрезвычайно впечатляющий материал, принимая во внимание, что мы здесь набираем колоду с высокими настройками, а не со средними или низкими настройками, обычно связанными с играми на мобильных ПК на интегрированном графическом процессоре. Kojima Productions «Смертельное странствие». Следующий, и здесь мы используем настройки по умолчанию, которые, по большому счету, соответствуют только версии игры для PlayStation. Мы рендерим со скоростью 720 кадров в секунду по сравнению с PS4, работающей со скоростью 1080 кадров в секунду с максимумом 30 кадров в секунду. На этом коротком отрезке мы наблюдаем среднее значение от 46 до 47 кадров в секунду, на разблокированных версиях скамейки здесь, в то время как помимо крошечных, в основном незаметных всплесков, 30 кадров в секунду. Это 30 кадров в секунду, как и должно быть, с равномерным сохранением кадров. Да, я имею в виду, что есть интересные сравнения с консолями последнего поколения в целом, о которых мы поговорим позже, но я бы счел это еще одной победой для колоды. Теперь Playground Games форсирует Horizon 5 в следующем, и снова я не буду избавлять систему от сложного контента. Я здесь работаю на низких-высоких настройках, но я увеличил размытие в движении до длительной настройки, что значительно улучшает плавность и движение, особенно при 30 кадрах в секунду. Я также увеличил сглаживание масса стандартных 2х до 4х, потому что содержание игры было разработано вокруг 4х, причем растительность, в частности, выглядела немного грубой без этого. Короче говоря, я предъявляю здесь требования к колоде, и эта контрольная последовательность намного сложнее, чем большая часть игрового контента. 37 кадров в секунду разблокированы с помощью пользовательского интерфейса Steam по сравнению с более быстрыми, но более нестабильными 39 кадрами в секунду на рабочем столе Linux. Более нестабильный, я думаю, из-за перегрузки процессора, но вы знаете, в целом все еще хороший материал. Незначительные пропущенные кадры со скоростью 30 кадров в секунду, но в целом с колодой все в порядке, учитывая, насколько сложным является этот конкретный тест. Теперь, когда я играю в игру, она в основном проходит безупречно с ограничением в 30 кадров в секунду, основанным на моем опыте. Наконец-то, Визан Нулевой Рассвет. Последовательность тестов основана на Меридиане, самой сложной области в игре, и мы работаем на 720p с оригинальными настройками здесь. Подходит для PlayStation 4, тогда просто более низкое разрешение. Одна вещь, которую следует иметь в виду в этой игре, заключается в том, что она компилирует свои шейдеры в фоновом режиме во время игры, и это может вызвать проблемы для системы с ограниченными ресурсами, такой как Steam Deck. Моя рекомендация — загрузить игру, запустить ее и дать ей немного посидеть, прежде чем играть. В противном случае ты склонен к некоторому плохому заиканию после сортировки компиляции шейдеров. Здесь хорошее представление. В среднем 41 кадр в секунду, разблокированный через пользовательский интерфейс Steam, против 39 кадров в секунду при отключенной синхронизации V на рабочем столе Steam, вероятно, из-за сокращения ресурсов процессора. Все же не спускай глаз с желтой линии. Последовательное 30 кадров в секунду, последовательное время кадров еще раз, с предельной частотой кадров на системном уровне, и это довольно впечатляющий материал. Все эти игры работают со скоростью 30 кадров в секунду на консолях последнего поколения. Ты можешь запускать их все со скоростью 30 кадров в секунду на Steam Deck с чем-то, приближающимся к той же последовательности 33 миллисекунды на кадр, что и в названии консоли. И посмотри, ни одна из этих игр не тестировалась на низких настройках. Я отдал колоде оба ствола, и она доставила Horizon Zero Dawn Forza Horizon 5. Теперь эти игры не являются супер-быстрыми альтернативами для оптимальных портов для ПК. Такой средний показатель действительно в целом с точки зрения их уровня производительности, но дело в том, что Steam Deck управляет ими очень-очень хорошо. Я все же хочу поделиться одним предостережением, которое могут не уловить контрольные показатели. Я заметил в прошлом САПА AMD, что графический процессор имеет тенденцию получать приоритет с точки зрения ресурсов, что в играх так и должно быть. Однако, когда процессор действительно сильно нагружен, он конкурирует за эти ограниченные ресурсы с графическим процессором и могут произойти плохие вещи. Его дни ушли от Sony, которая является довольно отличным портом для ПК, на самом деле использующим оптимизированные настройки Алекса. Здесь мы немного превышаем бюджет на графическом процессоре при 800p с целевым уровнем консоли 30 кадров в секунду, но я вполне уверен, что с некоторыми незначительными настройками блокировка до 30 не должна быть слишком сложной. Однако, заскочи в проблемные зоны и разверни Орду, и ничего себе, это довольно катастрофично верно. В среде настольных компьютеров, где КПА и ГПА имеют большую мощность и свои собственные индивидуальные бюджеты мощности, и они не конкурируют через один и тот же интерфейс памяти. Такие вещи, как это, действительно являются проблемой, о чем тебе нужно помнить при работе с колодой. Далее я хочу подчеркнуть замечательное поколение на GenLib, которое обеспечивает графическая архитектура RDNATO по сравнению с предшественниками Vega. Итак, у меня здесь Asus Zephyrus G14 с Areson 4900HS, что в два раза превышает количество вызовов процессора в колоде. Но с графикой Vega 8, а не с новым графическим процессором RDNATO. Однако, он питается от 35 Вт мощности, в отличие от скудных 15 в колоде. Так что приготовься к серьезному впечатлению. Несмотря на увеличение энергопотребления в 2-3 раза, выделенное для увеличения на 4000 здесь, в Tomb Raider, по всему тесту, графический процессор Steam Deck имеет увеличение производительности на 56,5% по сравнению с эквивалентом Vega. Как ты можешь видеть, его профиль производительности как бы находится посередине между колодой, работающей на 720p и 1080p. Это Windows против собственного Linux. Помни, ты можешь увидеть еще немного заикания на палубе. Помни, что наши измерения Wing of выполняются с меньшей доступной мощностью процессора по сравнению с пользовательским интерфейсом Steam. И да, очевидно, что Reason на ноутбуке имеет гораздо большую мощность процессора. Однако, глядя на Control Next, есть очень похожая группировка прямо в настройках Like for Like при 720p. Колоды Steam обеспечивают 51% преимущество в производительности по сравнению с Vega на протяжении всего теста, несмотря на огромную разницу в мощности. И это несмотря на то, что рэпер Proton интерпретирует игру Windows в Linux. И, наконец, мы снова возвращаемся в Death Stranding. У нас здесь действует фотон с тем, что, как вы могли бы предположить, имеет какие-то накладные расходы на производительность. Однако, как и для подобных, процессор OneGo превосходит Wizen 4900HS здесь на 61,5% на самом деле. Забавно, что Steam Deck при 1080p имеет 83% производительности старых чипов Arizon при 720p. Она сейчас немного чокнутая. Этому козырьку уже пару лет, но все равно это огромное, огромное улучшение. И вы можете только гадать, что даст новая линейка графических процессоров для ноутбуков Ryzen 6000, если у них будут лучшие графические технологии в сочетании с гораздо более высокими бюджетами мощности. Теперь давай немного более амбициозно подойдем к нашим контрольным тестам. Я много говорил о базовых сравнениях PlayStation 4, и это заставило меня задуматься, возможно ли получить некоторое чувство пропорции между двумя системами. PS4 против колоды. Чтобы сделать это правильно, нам понадобилась бы топовая игра PS4, которая соответствовала бы последнему слову техники, но при этом имела бы разблокированную частоту кадров. И, конечно же, для этого тоже нужно иметь хорошую компьютерную заливку. Войди в год Off War студии Санта-Моники, где его золотая мастер-версия, навсегда увековеченная на Blu-ray диск, действительно имеет разблокированную частоту кадров. Разработчики также передали отличный порт для ПК, который работает как чемпион на паровой палубе. Так, давай посмотрим. PS4 1080p по сравнению с декой при 720p и родной 800p разблокирован с соответствующим контентом при тех же настройках качества в этом клипе в среднем 32 кадра в секунду на PlayStation 4 по сравнению с 34-6 кадрами в секунду при 800p на палубе и 36-6 кадрами в секунду при 720p. Итак, приведенные здесь доказательства свидетельствуют о том, что несмотря на отсутствие низкоуровневого доступа к процессору, несмотря на то, что на самом деле нет единой настройки памяти, и, несмотря на необходимость проходить уровень совместимости с Proton, дека с ее собственными разрешениями может запускать игру PS4 высшего уровня с теми же настройками и даже небольшим повышением производительности в целом. А это, знаешь ли, действительно интересная штука, верно. Есть еще кое-что интересное в разнице между разрешением 720p и 800p. По сути, производительность увеличивается примерно на 6-7%, снижаясь с 800 до 720 фунтов стерлингов. Конечно, есть границы в 40 пикселей сверху и снизу, но это интересный способ повысить производительность, если вы только приближаетесь к пределу частоты кадров. А как насчет 1080p против 1080p? Вроде как академично, и это можно сделать только через рабочий стол Linux. Но вот PS4 против 720p, против 1080p в три стороны. Да, WSU-колоды, очевидно, имеют свои пределы. Ты получаешь здесь около 63% производительности PS Force, когда разрешения совпадают. Итак, год оффвор был исправлен с ограничением в 30 кадров в секунду и хорошим. Так, как же конкурирует паровая палуба? Ну, во-первых, я обнаружил, что ограничения частоты кадров в игре на колоде работают только в том случае, если винк отключен, а доставка славы плохая. Однако, реализация Valve на системном уровне в год оффвор в целом превосходна, я не думаю, что кто-нибудь действительно смог бы заметить разницу. Посмотри на эти плоские кадры, небольшие колебания под нагрузкой, но для колоды очень важно получить 30 кадров в секунду, верно. Это не совсем окончательная законченная статья, но она почти готова, и это здорово. Это очень важно для системы. Наконец, из любопытства я также провел один заключительный раунд тестов, максимально используя три игры, а затем подключил результаты Steam Deck к нашей существующей базе данных графических процессоров, чтобы ответить на один вопрос. Существует ли настольная видеокарта, эквивалентная производительности графического процессора Steam Deck? Это безумное сравнение, боролся с плохими идеями, принимая во внимание разницу в мощности, разницу в ОС, протон и тому подобное, но тем не менее, забавно и отчасти интересно. Здесь, в смертельном странстве, самым близким настольным графическим процессором колоде в нашей базе данных была 4-гигабайтная версия Radeon RX 460, которая также является Radeon RX 560. Ты достаточно дружелюбен. Настольная машина здесь примерно на 12% быстрее. Ты можешь задаться вопросом, что здесь делает KTX 1050 Ti. Ну, многие люди используют 1050 Ti с экранами 1080p, и Deck на самом деле дает довольно схожую производительность при тех же настройках при 720p, разрешении, которое вы, скорее всего, использовали бы на Deckе. Это довольно интересно. Ты снова видишь, что RX 460 примерно на 12% быстрее, чем Steam Deck, но нам пришлось снизить детализацию текстуры с Alt для Nightmare до Medium, чтобы запустить его. Steam запускает это полностью без проблем с настройками Alt для Кошмаров по всем направлениям. Опять же, Steam Deck 720p превосходит 1050 Ti при 1080p, а у карт NVIDIA здесь есть некоторые странные проблемы со временем славы. Теперь тебе, возможно, интересно, как нам удалось запустить Alt для текстур Nightmare на Steam Deck. Система на самом деле выделяет 9 гигабайт памяти для буфера кадров графического процессора, но это, похоже, является исключением для большинства игр. На самом деле это 6 гигабайт, но этого более чем достаточно для игр 720p или 800p. Итак, следующий шаг, давайте перейдем к Shadow Z Umrade. Более высокие настройки на стороне паровой палубы здесь. Помни, что у нас есть доступ к родной версии Linux, и да, здесь немного больше разрыва между RX 460 и Steam Deck. Но опять же, КПК при 720p, по сравнению с КТЕК с 1050 Ti при 1080p, показывает немного более высокую производительность паровой машины. Интересная штука, верно. Хорошо, так что на самом деле все это немного глупо, но это подчеркивает тот уровень производительности, который у вас есть, а затем ускоритель, который вы получаете от отсутствия необходимости запускать игры со стандартным разрешением 1080p. Хорошо, значит, решающей вещью здесь будет цена за это выступление, верно. И я не говорю Amsabs или что-то в этом роде, потому что колода имеет смехотворно хорошее соотношение цены и качества для оборудования, которое вы получаете. Цена здесь — жизнь летучей мыши. Теперь я мог бы угостить тебя тестами по различным играм, но я, честно говоря, думаю, что они немного бессмысленны. Ты контролируешь настройки игры. Ты контролируешь целевую частоту кадров. Ты контролируешь разрешение. И все эти вещи могут повлиять на время автономной работы. То, что ты не контролируешь, это контент гейн, который также быстро меняется, и также может повлиять на время автономной работы хорошо или плохо в любой данный момент. Все, что я действительно могу сказать, это следующее. Максимум, который я видел, чтобы паровая палуба потребляла от батареи, составляет около 27 ватт. Теперь, имея в виду, что 15 ватт из этого бюджета уходит на процесс, остальное будет плата, память, хранилище, экран, звук, Wi-Fi. Здесь происходит тонна событий, и все это требует энергии, и хорошо. У паровой палубы есть батареи только на 40 ватт в час, так что если предположить, что 27 ватт — это максимум 40, деленный на 27, это 1,48. Это означает, что если вы будете запускать игры без проблем, вы получите около полутора часов автономной работы, что не очень хорошо. Однако при более низких настройках, более низком разрешении используется ограничение в 30 кадров в секунду, нагрузка на батарею уменьшается, а время автономной работы увеличивается. Valve действительно дает вам довольно впечатляющее наложение показателей производительности, которое делает математику за вас. Так что да, вы бы потратили от 5 до 2 часов на что-то вроде год off-war PS с четырьмя эквивалентными настройками при собственном разрешении, и это действительно облагает систему налогом. Но ты знаешь, с другой стороны, даже при максимальной вежливости экрана, Cuphead обеспечивает более 6 часов автономной работы. Так что пока перспективы для этого комплекта довольно невероятные. Я имею в виду, что обучение за 400 долларов за машину, которое превосходит любой другой карманный компьютер, выдерживает любые виды интегрированной графики. Довольно удивительно. Но есть проблемы. В некоторых играх могут быть сбои, незначительные или какие-то другие. У бога войны здесь есть небольшие графические проблемы, но похоже, все в порядке. Однако, Red Dead Redemption 2 случайно потерпел крах во время моего следующего тестирования, Makina и The Witcher 2. Когда они зависли после загрузки, FOT Supervisor 5 начал работать очень плохо в начале процесса проверки, но протон улучшился. И теперь это потрясающе. Итак, я много говорил здесь о новейших и величайших играх. Но это также отличный шанс вернуться к старым названиям в вашей библиотеке Steam, которые должны работать гладко, как масло. И ты знаешь, по большому счету, я думаю, что так оно и есть. При этом я обнаружил, что такие названия, как Enslaved и Sonic Generations, все еще могут довольно сильно заикаться. Все сводится к играм. Все зависит от протона. Ты не можешь не задаться вопросом, не могла ли Valve просто создать эту штуку вокруг Windows, чтобы обойти эти проблемы, или улучшить их, или получить гораздо лучшую совместимость. Мы не можем судить о производительности Windows прямо сейчас из-за отсутствия драйвера, но если вы пойдете по этому пути, вы вряд ли увидите всю красоту системного уровня, надлежащий предел 30 кадров в секунду, или классную горячую замену, которую вы можете сделать с SD-картами. Да, они просто подключаются и играют. И это круто. Итак, последний вывод. Это похоже на консоль, но сейчас это не консоль. По крайней мере, нет ничего особенного в том, чтобы курировать колоду, и обеспечение хорошей работы часто зависит от пользователя, чтобы разобраться с настройками балансировки, определить время автономной работы в любой конкретной игре. Это все, когда ты выходишь на палубу, скажем, после использования Nintendo Switch, ты понимаешь, насколько разработчики и владельцы платформ заботятся о том, чтобы максимально использовать аппаратное обеспечение с ограниченными ресурсами. Steam Deck, с другой стороны, дает тебе свободу, но тебе может потребоваться некоторое время, чтобы хорошо разобраться в том, что ты делаешь, и в каждой игре не меньше. Тем не менее, это, безусловно, захватывающая технология, и редко бывает, чтобы что-то превосходило мои ожидания с таким большим отрывом, и я уверен, что это будет невероятно успешным. Но да, скоро у нас будет больше контента на паровой палубе, но только здесь и сейчас. Спасибо, что прошел весь этот путь до конца, если ты действительно это сделал. И вообще, спасибо за просмотр и поддержку Digital Foundry. О, еще одна вещь. Программа поддержки Диэвэ. Присоединяйся к нам. В ближайший день или два, будет доступна для загрузки куча бонусных материалов для Steam Deck, и это довольно потрясающий материал. Так что да, пожалуйста, зацени это. Но это все. Это конец видео. Спасибо, что посмотрел.